День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Олег Пекер Александр Шунин и к нам присоединяется председатель отправления Эко Балтия Виде, Янис Айсболт. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я вспоминаю свою бабушку, которая говорила, у неё была такая вот фраза, выражение, что не день, то рупь докладывай. Что подразумевало какие-то вечные изменения, отсутствие стабильности, и эти вот изменения всегда бьют по карману. А со следующего года сортировка текстильных изделий, скорее всего, станет в Латвии обязательной. Тканевые изделия и обувь утилизировать придётся в специальные контейнеры, как будто нам не хватает ещё проблем с этими. Мы часто касаемся темы утилизации мусора, это, конечно же, очень важное и нужное дело, но, тем не менее, контейнеры, контейнеры, контейнеры. Где их ставить, как правильно утилизировать и так далее. Я вчера попытался сказать, давай, может быть, эту баночку, но не хочу её доносить, выкинем в общий мусорник, это пластиковый. Мне жена сказала суровым голосом, ты что хочешь, чтобы какой-нибудь несчастный кит поперхнул с этим кусочком пластика? И я пристыженный, в общем, сказал, нет, 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 не хочу. Правильно, правильно, так оно и работает, так привычка появляется и закрепляется, это всё хорошо, но, тем не менее, не бежим ли мы впереди паровоза, не слишком ли изменения эти скорые, готовы ли мы к ним? Вот эти вопросы мы адресуем, Янис, именно вам. Расскажите, пожалуйста, подробности вот этих грядущих изменений, к чему готовятся. Ну да, изменения, как вы уже упомянули, что со следующего года раздельный сбор текстиля будет обязателен. Но тут я бы не был настолько, может, негативен, как вы это повернули, да, потому что, в принципе, в Латвии мы уже в таком режиме тестовом уже два года это делаем. Мы начали два года назад выставлять эти контейнера, и надо сказать, что интерес людей, он превышает наши способности выставлять контейнера, где люди хотят, и столько предлагать эту услугу, да. Потому что мы тоже только вот неделю назад закончили опрос и спрашивали людям там участвовать в опросе, указывать те места, где бы они еще хотели, чтобы появились эти контейнера частины, да. И они указали более 250 новых мест, где им хотелось бы, то есть запрос людей и интерес, он велик. Но тут включается вторая проблема, что на данный момент мы это делаем за, ну, так скажем, за свой счет, да. Если сбор упаковки, он идет за то, что производитель каждую упаковку, да, там тоже самая баночка алюминиевая, что вы указали, да, там есть какой-то полцента, четверть цента в цену этой баночки, да, за то, что кто-то ее соберет, рассортирует и потом отошлет на переработку, да. Если бы Евросоюз указал, что эту систему надо и в текстиле, чтобы это не было бы просто так, что за свой счет кто-то собирает и потом вот или это появляется в тарифе бытового мусора или еще где-то, да, в принципе должен платить производитель. Но это в Латвии пока что вот не сделана система, вот это проблема, что вроде как с следующего года собирать надо будет обязательно, а вот за кого счет, этот закон еще не прописан. Нам все обещают, что его сделают, но сейчас обещают этой осенью, но этой осенью выборы, на выборы много чего обещают. Это правда. Хотелось бы отметить, что действительно вот эта обязательная сортировка текстиля законодательно не закреплена, возможно это только в будущем году будет сделано и хотелось бы, чтобы все-таки плату за сортировку перенесли на производителей, хотя это приведет к подорожанию тех же самых условных маечек, рубашек, там постельного белья и так далее. То есть в любом случае мы за это и заплатим. Ну надо сказать, что тогда заплатят просто не все люди, да, которые, например, у всех появляется бытовой мусор, да, то есть у всех это есть какая-то часть коммунальных расходов в счет за бытовой мусор. А тогда будут платить только те, которые новый текстиль будут покупать. То есть будут платить только именно цель направленно тот, который в будущем, возможно, этот мусор выкинет. И надо сказать, что мы эти подсчеты тоже уже вместе с министерством и другими операторами делали. То есть если мы говорим вот ваша маечка, да, то к цене маечки, да, это будет 2-3 цента, да, к цене чего-то такого, ну что самое тяжелое из одежды, какая-то зимняя куртка, да, то к цене к зимней куртке, да, это будет 50-70 центов, да. Но я не думаю, что это поменяет то, будет ли человек эту куртку, да, или маечку из этих пару центов покупать или нет. То есть доля процента, да, но подорожание ставит какие-то даже не проценты, а доля процента. Да, ну до доли процента, и чем тяжелее эта вещь, чем больше, потому что просто это подорожание, оно будет, как бы, соответственно, такой платеж, как евро за тонну, да, то есть, ну понятно, ничего не весит ни тонну, ни килограмма, да, то есть это доли процента этой цены, этого текстиля, который сейчас в магазине. Но зато эти доли процента дадут возможность выставить еще больше контейнеров. Янис, у нас есть звонок с прямого эфира, давайте примем, да. Доброе утро. Доброе утро. Это очень хорошо. Я вчера ходила по Каугуе, столько одежды валяется вокруг мусорников, и мне иногда жалко выкидывать хорошие вещи. Они у меня дома лежат бесхозные, а вот когда будут ящики, это очень хорошо. А еще у меня одно предложение, хорошо бы для посуды ящики, потому что много приютов, еще там что-то. А посуду выкидывают, ее разбивают, но есть очень хорошая посуда. Спасибо. Да, спасибо большое. Ну, насчет посуды, есть же какие-то благотворительные организации, например, это можно через них. Да, Янис, вот такая реакция, пожалуйста, действительно иллюстрирует готовность сортировать текстиль. Можно ли сделать какой-то вывод, что одежду сортировать жители Латвии соглашаются легче и проще, чем сортировать бытовые отходы? Ну, я бы сказал, что просто люди за 20 лет уже привыкли к идее как таковой сортировать, да, и сейчас что-то добавить новое. Ну, если ты привык баночку выкинуть и еще что-то, да, то людям легче уже что-то новое принять, что это надо сортировать. И вторая вещь, это то, что если к сортировке, упаковке или бытового мусора всегда еще есть такая мысль, вот я буду это в мешочек складывать, а оно вот грязное, да, там, например, не знаю, с какого-то масла, да, банка или еще что-то, да, то в текстиль этой проблемы нет, да, у людей нет тоже этой проблемы, что вот что-то грязное, куда я сложу, да. У них и так полные шкафы, будем как бы открыто говорить, да, и у них нет даже мысли, а куда вот этот, вот я почищу шкаф, да, он у меня полный, куда деть? Вот эти контейнеры для текстиля, они как раз, ну, люди воспринимают как помощь, да, не как какую-то обузу, да, которая иногда сортировка простого мусора так воспринимается, да, то текстиль, она, да, она воспринимается легче, как помощь, у меня, не знаю, будет перед сменой сезона почищу шкаф, будет куда отнести, люди воспринимают очень-очень позитивно. А скажите, нет ли действительно такой идеи, чтобы в эти контейнеры, которые будут собирать текстиль, затем разбирались на предмет того, что там могут оказаться вещи, которые еще, ну, вполне хорошие, ну, вот как вы говорите, просто после окончания сезона кто-то разбирал свой шкаф и совершенно хорошие вещи, ну, просто решил избавиться от них, их можно было дальше носить. Да, это уже и на данный момент так, потому что все, что в эти контейнеры сбрасывается, да, и сейчас этих контейнеров уже больше, чем 120 штук по Латвии, да, и до конца года уже будет несколько сотен, и все, весь этот материал, он потом иходит на сортировку, и первое, самое главное, что мы отсутствуем, это вещи очень-очень хорошего качества, да. Иногда бывает, честно, можем сказать, иногда еще даже ценники не сняты, да, почему люди это выбросили, мы не можем объяснить, да, но даже еще ценник есть, и мы знаем, за сколько и когда он купит, да. И первая вещь, что делает у нас, у нас сотрудничество с несколькими благотворительными организациями, самые лучшие вещи, они нам дают заказ, как бы список, что им надо, мы по списку отбираем, отдаем им, это самое лучшее качество, да. Второе качество, это то, что, так скажем, в Латвии, может, уже с такими дырками никто не будет носить, да, но в третьих странах, это где-то там Азия, Африка, да, люди и такое носят, да, и третье, мы тогда стараемся, ну, в эти страны третьего мира, как мы их называем, отсылать, да, и надо сказать, что очень мало уже получается такого, что вот, в принципе, нельзя носить, да, там совсем грязное или еще что-то, но это можно тогда переработать на технические, например, какие-то, чтобы потом уродилось где-то масло, да, в сервисе, этим можно потом почистить, да, технические тряпки делаются, это тоже очень стало популярно, так что и надо думать, что если вы выбросили контейнеры под текстиля, это все где-то пропало, максимально будет искаться вторая жизнь, и кто-то второй пользователь того, что вы там оставите. Как эти контейнеры отличить? На данный момент, я бы сказал, их самое большое отличие, это то, что они единственные, которые, так скажем, такого человеческого роста, да, они примерно высотой 2-2,5 метра, большие, с большими отличиями, что там именно написано, что они только для текстиля, да, наши, они красного цвета, у других операторов бывают и другого цвета, там, синего или еще какого-то, но в любом случае, они металлические, они большого, как большой высоты, 2-2,5 метра, и всегда написано только для текстиля, да, но надо сказать, люди иногда ошибки выбрасывают, что-то еще другое, но это мы уже на сортировке отсортируем и выбросим. Если я правильно помню, ваши еще отличают такие забавные рожицы, иногда даже с глазами, ну, как будто он такой, монстрик съедает это все. Есть и такие, потому что мы понимаем, что иногда надо быть с такими, у нас есть и разговаривающий контейнер, да, который говорит, и потом, что он поел, и он очень вам благодарен, да, ну, это людям нравится, если это привлекает людей, чтобы они пришли еще раз, рассортировали, может, ребенок привел бы маму, давай, ну, там, шкаф почистим, да, это работает, но такие контейнеры появляются. А, Яне, скажите, обувь тоже можно таким образом утилизовать? Да, это и одежда, и обувь, и домашний текстиль, как вы указывали, да, то есть, например, какие-то полотенца или белье, да, единственное, по обуви, надо сказать, одна из самых популярных ошибок, люди думают, что, например, вот сейчас будет зимний сезон, все посмотрят вот на гору, там, лыжные, лыжные сапоги, да, но они пластмассовые, вот их, к сожалению, туда, выбрасывать не надо, все, что с текстиля или с кожи, то, что из пластмассы, там, например, вот эти вот лыжные сапоги, это нет, а все остальное туда можно легко сбрасывать. То есть, это тоже приветствуется, и это тоже будет каким-то образом, ну, или утилизовано, или, если это совсем все новое, то отдано. Да, обязательно, именно, именно все то же самое, да, первое, это кому-то дать в Латвии на второе пользование, если нет третьей страны, только потом уже какие-то другие варианты, то же самое, что текстиль, то в обуви. Вы упоминали, что этих контейнеров будет несколько сотен, то есть, когда можно ожидать, и в каких, примерно, вот районах, сколько из этих сотен в Риге появится, и, ну, где? Ну, на данный момент их 120, и примерно из них 80 в Риге и 40 по другим регионам, но я бы сказал, что к концу года, мы как раз вчера еще обсуждали с другими операторами, выглядит, что может даже больше, чем 300 будет всего, и тогда где-то 200 уже будет в Риге по всем предместиям Риги, там, я бы сказал, что Рига будет уже, ну, усета этими контейнерами, да, каждый сможет его найти, и 100 где-то будет уже по другим регионам, в следующем году тогда уже более активное развитие по другим городам, другим регионам. Я не схотелось бы уточнить, уж коли прозвучало, что эта сортировка может стать обязательной, наверняка же будут введены какие-то штрафные санкции за невыполнение. Ну, я бы сразу со штрафными санкциями не бежал, да, как у нас пока что нет штрафных санкций, если кто-то в упаковке нас не сортирует, да, только Рига сейчас вот с июля поменяла правило, что она обязательна, если ты это не делаешь, то может быть административный штраф, то текстиль, он как бы обязателен, но никаких штрафов еще не прописано, так что все на то, что люди просто захочат, и мы эти контейнеры выставим, и система будет работать. Но здесь есть, я понимаю, все-таки морковка для, ну вот, образно говоря, для жителей, которые таким образом не будут загружать свой собственный контейнер, ну, то есть, все-таки вывоз мусора достаточно дорогое удовольствие, и то, что можно утилизовать, да, ну, тяжелый, все-таки текстиль тяжелый, обувь тяжелая, это все можно в другое место совершенно бесплатно вынести, это, ну, экономия для людей, которые смогут сэкономить на мусоре. Именно так, да, начинаем с морковки, вся сортировка, она бесплатна, то есть, и сортировка текстиля, она будет тоже бесплатна, да, вывоз бытового мусора, ну, будем откровенны, он с каждым годом, он сейчас уже подорожал, и он с каждым годом будет дорожать все еще больше, да, так, что любая сортировка и текстиль, это, ну, это позитивно, вы просто можете сэкономить ваши растраты, не выбрасывая мусор, и, возможно, потом, снизя вывоз, частичность снизя вывоз мусора, например, не три раза в неделю больше вывозить, а два раза, потому что контейнер же не будет настолько полным. То есть, чем больше мы сортируем, тем меньше мы платим за вывоз мусора. Именно так. Ну, то есть, в руках пользователей. Именно таким, то есть... Очень четкая и понятная схема и формула. Огромное спасибо. Янис Айцболтс, председатель правления Экобалтия ВИДА, был с нами на прямой связи. Мы обсудили идею возможного введения со следующего года обязательной сортировки текстильных изделий в Латвии. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Мы завершаем утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин были вместе с вами. До завтра. Всего самого доброго. Радио Болтком.